Один педагог про бюджет, а другой педагог про образование. Помните ли вы известную притчу о том, как на уроке православной культуры в пятом классе учительца Мария Ивановна сказала детям, «Дети, кто будет сдать моют предмет на хорошо и отлично в рай, кто на двойки и тройки – в ад». Хулиганист Ивовочка тут же поднял руку и спросил, Мария Ивановна, а можно ли закончить школу живым? Как вы понимаете, это история не про православную культуру, это история про то, какую систему образования мы строим. Сегодня в повестке дня несколько законов об образовании, один из них посвящен Единому государственному экзамену, кстати, рекомендуем посмотреть материал Анастасии Николаевой, доцента журфака МГУ, которая каждый год проводит диктанты. Так вот, по ее данным ситуация ухудшается, и в этом году журфак МГУ, первокурсники, и те, которые сдали ЕГЭ под 100 баллов на листе, 15% сделали по 8 ошибок, то есть получили чистые двойки с минусом, а 85% по 20 и более ошибок, то есть получили колы с минусом, если есть в оценках отрицательные величины, то минус двойки или минус колы. Но я сейчас о другом. Мы рады, что накануне учебного года министр образования, министр просвещения, извиняюсь, Ольга Васильева, представила национальный проект образования с 9 его составляющими. Я готов поддержать все эти составляющие, беда только в том, что среди них не хватает нескольких важнейших, по меньшей мере трех. Первая составляющая, которая нужна нам как воздух, это дебюрократизация образования. Именно бюрократическое образование не позволяет детям закончить школу живым, поэтому я с этого сюжета сегодня и начал. Я вам напоминаю официальные данные комитета Госдумы по образованию прошлого созыва. Каждое учебное заведение в год заполняет 300 отчетов в среднем, по 11 700 показателям в среднем. Когда работать? Мы рекордсмены мира по количеству времени, которое учитель тратит на всякого рода ерунду в виде отчетов, заполнения бумаг, выполнения формальных требований и так далее. Абсолютные рекордсмены мира. Поэтому, если у вас, например, начальная школа по-прежнему остается одной из лучших в мире, это не благодаря, это вопреки. Между прочим, знаете, знакомый ректор в Москве мне говорит, что его контролируют, помимо Росбрандзора, еще 18 ведомств. На самом деле, только на 20% наша бюрократия в образовании идет от управления образованием, на 80% от разного рода контролирующих органов. Дмитрий Анатольевич их отогнал от малого бизнеса. Они рванули куда? В бюджетную сферу безопасно и всегда можно оштрафовать. Если в 30-х годах была грустная шутка, полстраны сидит, полстраны ее охраняет, то сейчас другая. Полстраны работает, полстраны контролирует. И число контролирующих постоянно меняется. Острейшая проблема здоровья школьников, но о ней мы поговорим, наверное, чуть позже. И нам, как воздух нужен, был бы национальный проект здоровья школьников. Но два слова буквально о том, что в национальном проекте есть составляющая, называется учитель будущего, прекрасно. Но надо было бы еще и учитель в настоящем. Я сошлюсь только на данные общероссийского народного фронта. В 75 субъектах Российской Федерации из 85 указ президента Майски 2012 года так и не исполнен. Заканчивать мне говорят пора, дорогие друзья. Я только напомню еще вот какую вещь. По данным Российской академии народного хозяйства и госслужбы, количество учителей, которые работают на две ставки, за год выросло вдвое. 7 до 13 процентов. А учителя говорят, работаем на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две есть некогда. Вот 13 процентам есть уже некогда. С такой политикой мы останемся без учителей. Давайте посмотрим на повестку сегодняшней работы Государственной Думы. 33 вопроса в повестке. Ну и могу сказать, что из них три вопроса. Первых, это те вопросы, которые имеют положительную оценку у правительства Российской Федерации, правящего большинства Государственной Думы. Все остальные вопросы, они, конечно, будут отклонены. Эти законопроекты, но хотелось бы отметить, что там законопроектов достаточно много очень серьезных, касающихся Центробанка, касающихся изменений там бюджетной политики и так далее. Но, тем не менее, они все будут отклонены, потому как авторами этих законопроектов являются депутаты оппозиционных фракций. Вы знаете, вот те чудовищные законопроекты, которые уже обсуждаются достаточно длительное время и которые будут приниматься в ближайшее время, это законопроект о повышении пенсионного возраста, законопроект, закон, точнее, уже стал законом повышения НДС. Вот эти вот законопроекты, они немножко отодвинули обсуждение другой проблемы. Проблемы долговой нагрузки регионов. Как-то вот в последнее время об этом говорится мало, а зря. Дело в том, что сегодня мы имеем такую долговую нагрузку, которая является критической. Это не мои слова, это мнение счетной палаты Российской Федерации. Сегодня долг регионов, это конец августа, долг регионов 2 триллиона 160 миллиардов рублей. Хочу сказать, что на январь долг был, на начало этого года, этот долг был 2 триллиона 315 миллиардов рублей. Сейчас год закончится, тенденция эта сохраняется, долг подрастет, и регионы снова уйдут в следующий финансовый год с чудовищным внутренним государственным долгом. Те меры, которые правительство Российской Федерации предпринимало для того, чтобы нивелировать эту проблему и уменьшить государственный долг регионов, результатов не принесли. Он как был более 2 триллионов рублей, так в принципе и остался. А это меры, это не меры, это полумеры, во-первых. Во-вторых, это меры крайне неэффективные. Поэтому нам сегодня нужно не только говорить о бюджетной политике в нашем государстве, нам сегодня необходимы реальные конкретные шаги. Потому как около 23 региона сегодня подходят к крайней черте, а 7 регионов уже у самого порога дефолта. Вот у этих 23 регионов внутренний долг растет в среднем от 15 до 30%. Это очень серьезная цифра, и об этом сегодня надо говорить. Более того, недовольство населения в регионах мы уже имели возможность увидеть. Это недовольство проявилось на выборах 9 сентября. Люди не пошли на выборы, проголосовав ногами, против пенсионной реформы, против той политики, региональной политики, которую проводит руководство страны, правительство Российской Федерации. Поэтому наша задача сегодня, и у нашей фракции есть конкретные реальные меры, которые бы помогли наполнить бюджет. Как наполнить бюджет? Во-первых, есть два пути. Увеличить налогооблагаемую базу и увеличить существующие налоги. К сожалению, правительство идет по пути увеличения существующих налогов. А мы предлагаем другое. Давайте будем увеличивать налогооблагаемую базу за счет увеличения количества рабочих мест и развития производства. Сегодня мы, кстати, будем принимать законопроект в первом чтении о перераспределении между бюджетами федеральным, региональным и муниципальным поступлений от штрафов. Что это за поступление? Это значит, что в федеральный бюджет будут поступать те штрафы, которые налагаются федеральными органами, контролирующими. В региональный бюджет – региональными органами, в муниципальными – муниципальными. А мы же с вами знаем, что больше всего контролирующих органов на федеральном уровне. Значит, куда потекут деньги опять из муниципальных и региональных бюджетов на федеральный уровень? Чем хотят компенсировать? Часть передают с федерального уровня налогов, но другая часть – это опять из бюджетов регионов для муниципалов, а там долг – 350 миллиардов рублей, и увеличение отчислений норматива на 5% примерно по окружающей среде за вред окружающей среде. Вот такой законопроект будем сегодня принимать. Вроде бы казалось межбюджетное отношение, но, к сожалению, они проблему регионов не решат. Продолжение следует...